Приветствую, уважаемые подписчики и гости канала Safe Animals. Эта удивительная и душераздирающая история произошла в Бразилии. Посетители культурного центра начали жаловаться на странный шум, который доносился издание. Но это было лишь началом истории. Приятного просмотра. В один из дней посетители культурного центра Арарасе, что в Бразилии, стали жаловаться на странный шум, источник которого был неясен. Звуки были похожи на приглушенные крики, и сначала все подумали, что они доносятся откуда-то из отдаленного уголка здания. Крики напоминали кошачьи мяукани, хотя уверенности в этом ни у кого не было. Работники заведения проверили всё, заглянули в каждый уголок, но никого не нашли. Тогда кто-то предположил, что звуки доносятся из-под земли, и, к сожалению, оказался прав. Несколько людей из группы выразили своё мнение, сказав, что если звуки действительно исходят из-под бетонного пола, то лучше оставить это существо умереть, кем бы оно ни было. К счастью, нашлись и те люди, которые посчитали такую мысль безумной и приготовились принимать решительные меры для спасения. Они обратились в коммунальную компанию, которая незамедлительно выслала несколько работников для оценки ситуации. Рабочие нашли примерное место, где могло быть замуровано животное и начали аккуратно ломать пол. Так они обнаружили трубу, которую затем разрезали. А крики тем временем становились всё громче и громче, пока, наконец, не стали совсем пронзительными. Тогда, порыскав рукой в разрезе трубы, мужчина достал оттуда крохотного котёнка. Он комочком сжался в ладони спасателя, и люди, наблюдавшие эту картину, начали аплодировать, радуясь успешному спасению. Однако, это было ещё далеко не конец. Даже после того, как они достали этого малыша и отвезли на медицинский осмотр, странные звуки, донимавшие толпу, не утихли. Спасатели поняли, что внутри трубы был ещё один котёнок. Поэтому, рабочие продолжили стучать по трубе, выискивая правильное место и разрезая трубу, чтобы попытаться спасти ещё одну жизнь. После аккуратной работы по разрезу трубы, они спасли ещё одного котёнка. Тем не менее, оказалось, что их было ещё больше. Спасатели ещё несколько раз повторили работу, описанную выше. И в итоге, за время своей миссии спасли четырёх котят, каждый из которых застрял в разных местах трубы. Позже, люди выяснили, что малыши родились фактически на вершине здания. Но каким-то образом, четыре котёнка упали в трубу водосточного желоба и спускались, пока в какой-то момент не застряли. Малышам повезло, что люди с добрыми душами услышали их. Иначе прошло бы ещё совсем немного времени, и они погибли бы. Новость о спасённых котятах быстро распространилась по городу. И люди стали собираться, чтобы помочь крохам. Мы объявили о спасении в социальных сетях, и люди в этом районе стали приносить молоко, бутылочки, лекарства и другие продукты для животных, рассказывает Рикардо Урбах, один из спасателей. Сейчас котят реабилитируют после полученного стресса, а после этого им сразу будут искать родной дом. Взгляните на их чудесное спасение. Благодаря сострадательным посетителям и активной работе коммунальной компании целых девять жизней было спасено. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдёте ещё много интересных видео. А если у вас или у ваших знакомых есть интересные истории, то присылайте их нам. Мы обязательно расскажем про них в следующем видео. Почта указана в описании. До новых встреч!